Утро страны! На телерадиоканале Страна.ФМ Несмотря на то, что я прям как в армии собралась за какие-то там считанные минуты, ну вот, просто в чашку просыпаться по утрам, в понедельник, да? Ну да, особенно зимой, да, мне зимой вообще хочется всегда делать две вещи, это спать и кушать. Хоть тебе солнышко светило, ты оценила? Да, прекрасная погода, да, прям вообще настроение. Мы-то понимаешь, когда в пять утра встаем, тьма тьмущая еще, а вам только солнце светит. Просто на ощупь доезжаем до сюда. Мы с солнцем уходим, да. Мы тут сейчас обсуждали тему с нашими слушателями и зрителями относительно зимы. Вот сейчас в прошедшие выходные состоялся очередной велопарад зимний. И мы задавали вопрос вообще, каких летних развлечений не хватает зимой? Каких летних? Летних, да, летних. Что зимой не хватает? Лета? Так, с бассейнами у нас вроде все нормально, да? Есть, ну, функционируют, да. Хлорированные, хорошие. На самом деле, какие бы виды спорта не прибавлялись и не убавлялись, самое, чего не хватает зимой действительно в Москве, это солнышко. Это прям вот больное мое место, потому что я очень люблю солнце. И когда есть солнце, мне сразу хочется быть активной. Мне хочется вставать, утром делать зарядку. Больное место, наверное, это здесь, где солнечное сплетение. Ничего не сплетается так зимой. Несмотря на то, что я из северного города, но у нас все время было так, что... Ну, и есть так, что если в Архангельске, значит, зима, мороз и солнце, то сразу светит... Ну, то есть в Москве это северная зима, то есть солнце, да. Поэтому очень хочется побольше. Как ты часто ездишь на родину? А вот была последний раз в Новый год. Решила в этом году прям отметить Новый год с семьей, да, в домашнем кругу. Поэтому навещаю вот как по возможности. Ну, раз в полгода где-то, бывает иногда в год. Друзья, что хочу сказать, приоткрыть некоторые секретики. Во-первых, Маша сегодня вживую нам исполнит кое-что. Это да. Да, чуть попозже. У нас также есть группа ВКонтакте «Страна IFM», я напоминаю, можно задавать свои вопросы. А также WhatsApp Viber 909-928-189, и смотрите и слушайте нас. Так что пишите. Я думаю, Маша с удовольствием ответит на все у вас интересующее. Ну, вот ты сказала, что по-спартански несколько проходили сборы сегодняшним утром. А как обычно, из чего твое утро состоит? И в котором часу. Да, в котором часу оно начинается. Вообще я бывший жаворонок, я раньше вставала очень рада. Бывший, это хорошо. Жаворонок в отставке. А сейчас у меня почему-то, может быть, связи с зимой. Осовела. Действительно, да, встаю поздно, где-то часов 12, час, ну, для кого-то это там... А ложишься? В 5-4. Я люблю смотреть, потому что ночью там всякие фильмы, или на меня может напасть... А работает с тебя как-то лучше. А? Работается ночью, конечно, да. На меня может напасть вдохновение, я могу что-то писать. Напасть! Вот, да. Поэтому вообще, как начинается мое утро, точно не с кофе. А с чего можно? С водички. С борща. С водички, нет. Обед же уже. С борща прекрасно, а утро начинает, мне кажется. Я спью воду, открываю обязательно сразу все шторы. Я люблю очень, когда свет попадает, хотя бы какой-нибудь. Ну, конечно, можно даже распогодиться. Не, ну не всегда я так поздно просыпаюсь. Вот, а так, что никаких-то таких особых ритуалов нет. Ну, понятно, взбодриться, душ. Знаете, как я говорю своим друзьям, они меня не понимают. Когда просыпаешься, нужно разогнать лимфу. А, лимфу. Ну, говорят, кровь, а ты говоришь, лимфа. Да, и я иногда встаю и просто тупо начинаю прыгать. Дрыгаться. Прекрасно. Давайте, сейчас это можно сделать. Сейчас прекрасная песня, ритмичное эхо. Элван Варвара Висбор. Вот эту песню мы послушаем. И вернемся в студию телерадиоканала Страна ФМ. Это утро страны. Здесь Лиза Калинина и Никита Некрасов по-прежнему. И наша компания ширится, ширится с каждым часом. Красивыми брюнетками. Да, да. Конечно, конечно. По правую руку от тебя. Маша Кольцова. Привет всем. Талантливейшая певица, как нам говорят еще, видеоблогер. Да, да, да. Давайте об этом поговорим. Да, видеоблогер. Что ты делаешь? Какой блог ты ведешь? Какая тематика? Где его найти? Найти очень просто на YouTube. Так. Вот. Я на самом деле веду влог очень давно. Еще до того, как это стало сейчас так популярным. А, да? Да, конечно. Мне нравится ходить с камерой, снимать свою жизнь. Такой лайфстайл. Да, и потом все это сидеть и монтировать. Я просто обожаю всю эту работу, этот процесс. А, то есть ты монтировать тоже обожаешь? Да. Бывают люди сниматься любят, а потом... Мне даже, наверное, монтировать потом нравится больше, а потом смотреть, что получилось. Мне очень нравится вот так вот все оформлять, накладывать музыку, какие-то вставочки. Вот. Что я снимаю? Снимаю все, что угодно. Это может быть просто там поход в магазин. Это может быть, ну, опять же, какой-то там смешной, какие-то моменты такие интересные. Это может быть там мои съемки, бэкстейджи. И вот сейчас я пришла к вам, я тоже чуть-чуть там объяснила. Слушай, а у других людей... А ты как камеру? Вертикально же держишь? Вот, вот так вот. Ну, в смысле, горизонтально? Вертикально? Не только для сторис, а горизонтально. Вертикально для сторис. Да. Сразу видно, что, Маша, опытный влогер. Сначала нет, я просто увидела, что сначала вертикально, думаю, сторис снимает. А, это было сторис, да. Чтобы не было этих боковых рамок. Да-да-да, это было сторис. Скажи, а других ты смотришь видеоблогеров? Да. Следишь серьезно, да? Да, у меня всегда вот есть какой-то один любимчик, которого я смотрю, раньше это была Соня Есман, вот сейчас это Акта, есть такая девушка очень прекрасная, я люблю вот так вот смотреть перед сном, вот залипать, слушать там, мне очень нравятся люди, которые своим голосом, они как-то тебя так обволакивают, да, и не важно, что человек говорит, просто что-то говорит тебе так хорошо, и ты слушаешь. Маша, вот смотри, я хочу, чтобы наши зрители и слушатели тоже поближе познакомились, ты уже сказала, и мы знаем, ты родом из Архангельска. Там началась твоя сценическая, так скажем, музыкальная деятельность, ты поешь музыкой, занимаешься с детства. С самого детства, да. Что это сначала было, музыкальная школа? Сначала это был садик, где я впервые, там, в три года вышла, спела в валенке, сама еще не понимая, что я буду петь, но бабушка с мамой сразу смекли, что у меня есть какие-то способности, и привели меня в музыкальную школу. Вот, меня взяли сразу же на скрипку из-за слуха, меня прослушали, нужно было там повторить мелодии, и меня взяли сразу на скрипку. Я проучилась там семь лет, занимаясь скрипкой, занимаясь фортепиано, занимаясь параллельно академическим вокалом. Вот, но все это классическое образование, это было как база, я понимала, что я хочу на сцену, я хочу сжечь. Вот, потом выступила в музыкальный колледж в Архангельске, эстрадно-джазовый, вот, и в 19 лет переехала в столицу. Но в Архангельске я тоже этим уже занималась, то есть я писала песни, я подготавливала себя, да, писала песни, я выступала в клубах, в заведениях различных. Я вела уже тогда на тот момент ВКонтакте, была социальная сеть, то есть я уже понимала, что это когда-то все сыграет в мою пользу, хотя раньше смеялись над мной и говорили, ты что, хочешь прославиться через интернет? А, как? Вот глядела в воду, понимаешь, Маша, на будущее. У меня вопрос есть, Саша нам пишет, доброе утро, страна ФМ, и жаворонок в отставке, Машуля. Хочу узнать секрет успеха и заряд на этот день, что делает сильнее 24 на 7. Ага, как из нас знает песню. Как красиво. На самом деле я вот в последние дни убеждаюсь в этом все больше и больше, что все, что ты делаешь, должно быть в согласии со своей совестью, со своей душой. Это очень правильно. Не надо ничего делать, то, что тебе не близко, то, в чем ты не ты. Было близко сначала жаворонок, а потом все. А надо быть с собой, понимаешь? Прекрасно понимаю, прекрасно. Давайте прервемся ненадолго, реклама у нас сейчас прямо по курсу, и скоро вернемся. У нас в гостях Маша Кольцова, оставайтесь с нами. И сегодня нашим гостем является талантливая певица Маша Кольцова. Маша, мы тебе еще раз говорим доброе утро. Лиза Калинина, Никита Некрасов в студии. И, как мы и говорили, нас ожидает музыкальный сюрприз. Расскажи нам, Маше, что сейчас ты исполнишь? Я сейчас исполню свою песню, которая, как мне кажется, очень-очень бодрит. Как раз-таки с утра подарит слушателям настоящее настроение. Такое настоящее, в смысле, хорошее. Не грустное, а бодрое. Да-да-да, бодрое такое, которое принесет очень хорошие какие-нибудь штуки в течение дня. То есть, если поверить, так уж вообще, тем более. Скажи, а по утрам как тебе поется вообще? А вообще, ну, с утра у меня голос больше такой низкий. Поэтому иногда я этим пользуюсь, и у меня дома есть такая мини-студия, и я подхожу, и что-то записываю, пользуюсь моментом. Когда надо пачку записать голосов. Да-да-да. Ой, пачки обожаю вообще писать. Как называется композиция? Песня называется «Противоположный». Противоположный, да, знак. Ну, сейчас слышите, да. Ага, знак. Ну что, друзья, вы готовы? Мы готовы, да. Слушаем, смотрим. Как будто бы я боялась зимы, и каплями с неба размыла следы. Как будто бы ты боялся меня, хотя это вряд ли придумала я. Новые роли нашей большой любви. Новые роли нашей большой любви. Чувства на волю не помешали ли? Линии жизни пересекаются, не получается. И все бы отдать за рядом с тобой. Неосторожно так, неосторожно так. Но снова к тебе, навстречу ты мой. Противоположный знак, противоположный знак. Ау-а-а-а-а-а-а-а-а. Друзья и звонки, знакомый рассказ. По радио песня, зачем-то про нас. Наверное, всё неважно теперь. На фото улыбка, ты просто не верь. Новые фильмы нашей большой любви Как же весельны перед судьбою мы Линии жизни пересекаются, но не получается И всё бы отдать за рядом с тобой Неосторожно так, неосторожно так Но снова к тебе навстречу ты мой Противоположный знак, противоположный знак О-а-а-а-а-а О-а-а-а-а-а-а О-о-о-о-о, о-а-а-а-а-а-а О-а-а-а-а-а-а-а И все бы отдать за рядом с тобой Но снова к тебе навстречу ты мой Ты мой, ты мой, ты мой И все бы отдать за рядом с тобой Неосторожно так, неосторожно так Но снова к тебе навстречу ты мой Противоположный знак, противоположный знак Маша Кольцова в прямом эфире, вживую, телерадиоканал «Страна.ФМ». Маша, спасибо огромное. А я вот внимательно наблюдал за Машей. Как будто играет на фоно. Во-первых, да. Во-первых, заметил, что Маша играет на столе, как на фоно. Это привычка. А во-вторых, и меня тоже. Я немножечко тоже занимаюсь пением. И у меня тоже есть такая штука. Я сам себе дирижирую. Скажи, помогает. Очень помогает. И когда вниз, и когда наверх. И я обратил внимание, что Маша тоже руками себе помогает. Ой, надо выдохнуть. Здорово, великолепно. Да, скоро вернемся. Маша Кольцова у нас в эфире. Друзья, оставайтесь с нами. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Да какое ж тут спать-то? Не получится вообще никак. Потому что в гостях у нас потрясающая Маша Кольцова. Только что была песня исполнена вживую. Противоположный. Знак. Да, противоположный. Потрясающе. Потрясающе. Мы все насладились. У меня вопрос. Получилось зарядиться? Да, конечно. О, 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 о. Вот это я запомнила. О, а, 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 а. Вот, надо поучиться. Мастер-класс у меня будет, я чувствую, вне эфира. Я хочу сказать, что можно вопросы задавать. В нашей группе «Страна.ФМ» ВКонтакте. Пост закреплен на самом верху. Заходите, вступайте, пишите, задавайте вопросы. А также WhatsApp Fiber 909-928-1-89-9. Маша, а ты веришь в гороскопы? Ну, раз песня знак подразумевает, противоположный знак. Я верю, если там написано что-то хорошее. Точно так же, как и в «Соннике». Что-то приснится бывает. Я на свою голову зайду в интернет почитать. Потом думаю, лучше бы я не заходила. Мнительная вообще. Да, если что-то хорошее, конечно же, я верю. Если что-то не очень, я не верю. Отгоняешь от себя. Отгоняю, забываю. Всякие плохие мысли. Да, ладно, давайте вернемся к музыке. Вопрос такой. Мы часто задаем этот вопрос, но интересно. Сейчас очень много талантливых ребят. Ты видеоблогер и наблюдаешь, что многие неизвестные становятся известными. Либо вообще внимание рассеивается. Тяжело сейчас? Тяжелый ли путь, трудный ли путь к успеху сейчас у молодого артиста? Я всегда говорю во всех своих постах, статьях, интервью о том, что, ребята, сейчас такая офигенная возможность. Пора такая, да? Да, то есть себя проявить. Это интернет. Ты можешь делать все, что угодно. При грамотном контенте. Да и при грамотном контенте. Главное, регулярно делать то, что у тебя круто получается. Тебе по-любому увидит большое количество людей. Будешь ты работать с продюсером или не будешь ты работать с продюсером, но ты можешь самовыражаться. Раньше, допустим, такого не было. И вот, допустим, человек круто поет. И никто об этом не знает. Вышел на арбат, спел. А сейчас, вот, пожалуйста, телефон, камера напротив. А регулярно что-то имеешь в виду. А как узнать-то про этих людей? Если не будет должной информированности обо мне, допустим, то меня никто и не узнает, что я буду в ящик, получается, делать эти записи. Ну вот смотри, меня же тоже когда-то никто не знал. Я выкладывала в интернет просто видео, и люди меня постепенно начинали узнавать, узнавали мои песни. Я как бы, я не совсем парилась там о качестве, что, блин, а вот у меня песня несведенная. Я просто сама пишу аранжировки тоже. И я бывает что-то напишу и выложу, и думаю, блин, а вот я не свела, вот у меня там, может быть, как-то не так круто звучит, как это должно быть. Все равно, песни мои... Отклик есть. Да, отклик есть, и люди слушали все это, и это оставалось в сердцах людей. И вот сейчас там, да, я сижу в вашей студии, презентую свои песни, которые же в качестве хорошие. Кстати говоря, презентация, песня. У нас относительно недавно начал звучать в эфире твой новый трек и клип «24 на 7». Вот, может, поподробнее? Ну да, расскажи нам о работе. Да, это очень-очень моя прям... Вот ты говоришь о регулярности, вот я так смотрю «24 на 7». «24 на 7», да. Да, да, да. Регулярность, да, но я говорю о том, что люди, которые... Ну, делают что-то в системе. Это нужно делать постоянно, потому что записать там кавер или песню свою в апреле, а следующую в сентябре, нет, так не прокатит. Вот, насчет «24 на 7», да, эта песня у меня, она моя вымученная такая вся, я ее написала, знаете, где у себя дома в Архангельске, хотя я туда приезжаю и вообще там никогда не пишу песен. Но год назад вот я туда приехала, зимой тоже меня накрыло и мне пришла вот... И мне уже не оторвать тебя совсем, листы, списанные по квартире всей. Я такая сразу диктофон зафиксировала. То есть оно как пришло. Да, мне прямо пришло сразу же. Ох ты, снизошло. Да, я приехала в Москву, записала видео вот так же, поставив камеру напротив, выложив это в интернет, и люди мне писали, не вру, каждый день. Маша, когда, когда, когда? Как здорово. Когда? Прямо сейчас. Прямо сейчас. Да. В эфире телерадиоканал «Страна ФМ». Поехали, друзья, Маша Кольцова «24 на 7». Вот так надо работать, понимаешь? 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Мы так и работаем. Вот так. И Маша с нами. Молодец. Слушаем, смотрим. И мы уже в которой так с тобой дышим, в унисон и слитно так, что не слышно. Мы хотели поиграть, но не вышло. Все, что я в себе боюсь, тебе вижу. И мы давно с тобой чудес не ждем свыше. Звезды были далеко, и вдруг ближе. Мы о счастье говорим еще тише. Все, что я в тебе люблю, тебе ненавижу. И мне уже не оторвать тебя совсем. Листы, списанные по квартире всей. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу ты, мои 24 на 7. Я на тебе уже помешана совсем. Лечу на ощупь против всех земных систем. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу ты, мои 24 на 7. Даже если он со мной в игру снова, хватит мне лишь одного его слова. Кто-то скажет, дура я, а мне тоже на эти злые языки. Сколько можно прятать чувства не хочу, пускай видно. Ты же знаешь, я люблю, мне не стыдно. И лишь только позови. Я услышу все, что я тебе прощу, других ненавижу. И мне уже не оторвать тебя совсем. Листы, списанные по квартире всей. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу ты, мои 24 на 7. Я на тебе уже помешана совсем. Лечу на ощупь против всех земных систем. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу ты, мои 24 на 7. И если вдруг не вдвоем, Я буду всего лишь голосом, Простуженным декабрем. Если нет, тебя нет мелодии. Лучшей моей мелодии. Все мои мысли, все мои смыслы, Только в себе одном, одном. И мне уже не оторвать тебя совсем. Листы, списанные по квартире всей. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу, но не могу. Я на тебе уже помешана совсем. Лечу на ощупь против всех земных систем. Честно хочу молчать об этом всем. Но не могу, ты, мои 24 на 7. Какой парень еще. Всем плотности мая. Вот я хотел спросить, что за парень-то? Что за мужчина? Это актер Петр Романов. Он еще и режиссером клипа. Это его, кстати, дебютный клип. А вы давно с ним знакомы? Нет, мы искали актера, мы нашли его. И в инстаграме я просто ему написала, что Петя, вот ты нам нужен, ты нам очень подходишь. А ты была на него подписана или нет? Нет, не была, но я и знала, что он такой есть. Вот написала ему. Думала, не ответит, ответил. И все, мы встретились с нашей командой, обсудили сюжет клипа на следующий день. Он его срежиссировал? Да, да, да. Здорово. Круто. Но у нас еще одна композиция на нашем пути. Да, песня «Медитация», второе название. Я написала ее в Индии, когда находилась в Ашраме. Да, это было давно и неправда, но... То есть ты медитируешь, стараешься? Нет, сейчас для меня медитация, это просто, когда человек занимается любимым делом, это тоже медитация. Не обязательно сидеть в позе лотоса. Согласна. Ну что, давайте послушаем. Итак, просим. Поехали. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по клубам, а я в медитацию. Влюбленная в жизнь, вечно живая и разная. Там буду купаться в своем пространстве. Комната пропитана музыкой и пряностями. Что это за мысли? Откуда эти странности? Тише голос, поменьше мыслей. Просто дышать, просто раствориться. Задаешь вопросы, все время в напряжении. Лучше не делать лишних движений. Мимо пролетают какие-то эмоции. Мне бы не цепляться, ни о чем не беспокоиться. Знаешь, как мне хочется слушать эти баджины, но ты не представляешь, насколько это важно. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по клубам, а я в медитацию. Когда мы уже найдем то, что нелегко было нам найти. Будем и мечтать, помнить об одном. Даже если разные наши пути. Вечер, пятница, мне все нравится. Все по клубам, а я в медитацию. Влюбленная в жизнь, вечно живая и разная. Там буду купаться в пространстве. Моя комната пропитана музыкой. Тебе точно не понять этот мой рай. Выбирай, что ближе к сердцу твоему. Ты не поймешь меня, а я тебе объясню. В суматохе ты забудешь, кто ты и где ты. Но ты не представляешь, как же круто ценить моменты. Постоянно ищешь рамки снаружи. Но стой, погоди, пойми. Все гораздо глубже. Вечно поиск, я между вчера и завтра. Счастье здесь и сейчас. И ты знаешь, это правда. Вечер, пятница, мне все нравится. Кто во что, а я. Когда мы уже найдем То, что нелегко было нам найти. Будем и мечтать, помнить об одном. Даже если разные наши пути. Пути, когда мы уже найдем То, что нелегко было нам найти. Будем и мечтать, помнить об одном. Даже если разные наши пути. Пути, когда мы ждем Дети мои, 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 дети Будем мы мечтать Думать об одном Даже если Разные наши пути Пути Ой, друзья, наша медитация Это сегодня наша Маша Кольцо Маш, спасибо тебе огромное, это просто нереально Спасибо Ты правда нас ввела в какой-то транс, на меня, по крайней мере Это очень приятно Когда пошли Вот эти мотивы и индийские Очень здорово Эта песня погружается Ты прям какая-то Покахонтас Превращается в какую-то чаровницу Кстати, я к этой песне аранжировку писала сама А слова? Слова, музыку, все полностью А ты всегда все пишешь, делаешь? Конечно, да, слова, музыку Просто обычно аранжировки делают аранжировщики А это вот как раз тот случай, когда я подумала Блин, а может быть это не очень как-то профессионально звучит Слушай, ну ты все умеешь, получается, сама Все сама Пришла в студию, согнала звук режиссера Даже все жалуются, что нет авторов музыки Нормальных А тут человек все делает сам Маша, спасибо тебе большое Мы скоро вернемся, друзья Небольшая пауза, оставайтесь с нами Маша, доброе утро еще раз Скажи, вот у тебя на ближайшее время какие планы? Что ждать? Ждать? Чего ждать? Дуэт с одним очень замечательным автором, композитором и певцом Мишей Марвином Вау, ничего себе Как ты прямо на Blackstar? Подключилась Это будет всего лишь... А Миша Марвин женился недавно, да? Я не в курсе Что-то такое в инстаграме, да, я видела А ты всем поешь и не знаешь? Женат молодой человек или пока нет? Слушай, Маша просто поет с Мишей Марвином Понимаешь, я настолько в мыслях о нашей будущей песне, да, что я могу какие-то новости пропустить Вот, да, на самом деле будет совместная работа Мы думаем сейчас, ну, делать это полностью моего авторства или нашего совместного, или только Мишиного В общем, все будет рождаться в процессе Я надеюсь, что будет какая-то очень романтичная песня, клевая А вы, ну, уже знакомы, да? Или вы только познакомитесь? Просто был конкурс на одной радиостанции, в котором я победила Пришла, спела, и Миша меня со своей командой поддержал Стар, да, они пришли, а они меня выбрали Вот, то есть они выбирали человека, с которым будет дуэт Вот, а я как поклонница всего лирики, романтики И мне очень импонируют Мишин тембур, голосы, песни его Я думаю, почему бы не прийти и не спеть? Пришла, спела, победила Класс! Вот ты вообще такая, мне кажется, делаешь, 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 а там уже как получится результат А там уже как получится, да, мое дело Это точно Сделать хорошо, а дальше посмотрим на результат А не хочется сделать аранжировочку какую-нибудь потяжелее? Хочется, я же бывший рокер Почему бывший? Как бывший жаворонок, понимаешь? Все из той категории Сова победила всех, и рокер, и жаворонок Осталось, что я вот ношу черный цвет, я очень люблю В детстве, там, ну в 14-15 лет я носила банданы И тебя с маслом Всякие штуки, ой, да, вас тоже, спасибо Все в черном сидят просто Да, ну-ну-ну, Blackstar Да, я очень любила музычку вот такую тяжелую Вот, разную, там, Линкин Парк Группа Король и Шут Ну, это все было в 14 лет, я параллельно могла слушать Бритни Спирс Так что, у меня всегда вот в музыкальном плане штормило очень сильно Меломан Меломан Ну, мне кажется, это не штормит, мне кажется, это нормально Это определение пути Просто, мне кажется, когда человек сам себя загоняет в определенные рамки Ну, зачем это надо? Согласна, абсолютно Так как бы меломан, и все Я люблю хорошую музыку Неважно, какая она к какому стилю относится В общем, потяжелее тоже надо, да, ждем? Конечно, да Вообще, главное, чтобы вот здесь отзывалась А там какой жанр, и там абсолютно все равно Слушай, ну, потяжелее прям в планах уже, или пока так, в мечтах? Пока что в мечтах, потому что Я не знаю, как сейчас Меня мои слушатели воспримут, если я резко там сделаю себе какой-то ракет И вот она такая с какой-то тяжелой музыкой Нет, ну что, можно не так, можно постепенно Постепенно вводить, да Ну, посмотрим, да, на самом деле Татуха Нет, сначала ракет Неважно, что это не будет вязаться Потом татуировка какая-нибудь, да Love Metal В общем, да, посмотрим Нет, хочется, да, какой-то сделать трек такой, где будут живые, там, гитары, барабаны, энергетика, драйв И вот так делать, чтобы Вот, да Здорово Все в моих руках Вот, мы уже увидели, как ты бьешь ими по... По столу Как на фоно Скажи, Маша, ну, а какие-то ближайшие концерты, что будет, что можем продонсировать? Где искать тебя? Да, всегда я анонсирую в своих социальных ресурсах, Инстаграм, подписывайтесь Я там всегда выкладываю афиши, предстоящие мероприятия Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, Маша Кольцова, найти меня очень просто Вот, я всегда, всегда на связи Всегда открыто Всегда открыто Слушай, вот еще, если вернуться к таким рекомендациям от тебя У нас есть буквально 40 секунд Вот, может быть, ты пожелаешь начинающим артистам, людям в творческих профессиях, которые тоже... Вот, ты много поешь про поиск пути Вот, давай какой-то отдельный совет от тебя, все-таки у тебя успехи большие Не теряйте свой энтузиазм, пожалуйста, не позволяйте людям, которые будут вам говорить, у тебя не получится, не слушайте их, просто делайте то, что... Друзья, Маша Кольцова, певица была в гостях, у нас видеоблогер Тоже это важно в нынешнее время Конечно А мы прощаемся до завтра, Никита Николаевна и Закалина Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok